На сегодняшний день самым большим риском для экономики является инфляция. Даже вторая и третья волна вируса не так страшны, как риск инфляции. Почему так? Дело в том, что с последствиями пандемии центральные банки, как мы видим, научились справляться. Они дают столько денег, сколько это необходимой экономике. Если вы большой, если вы системообразующий, то денег вам дадут. И возможно это лишь потому, что на сегодняшний день процентные ставки находятся на нулевых отметках. То есть вы можете брать сколько угодно денег, при этом не платя по ним никаких процентов, либо платя очень и очень низкие проценты. То есть даже если будет вторая и третья волна вируса, центральные банки еще больше раздуют свои балансы и в целом вытянут экономику. Но так может продолжаться лишь до тех пор, пока мы не увидим инфляцию. Как только мировая экономика увидит инфляцию, это неминуемо приведет к росту процентных ставок и как следствие к сложности повторных заимствований. То есть ставки по кредитам, ставки по долгам, они соответственно вырастут. И центральные банки и правительство уже не смогут стимулировать экономику с помощью тех мер, которые они сейчас применяют. Насколько высок риск инфляции в текущих условиях, мы и поговорим в этом видеоролике. Ну а с вами Андрей Михайлес. Не забудьте подписаться на мой YouTube канал и желаю вам приятного просмотра. Если посмотреть на рост денежной массы, то мы увидим, что за первую половину текущего года денежная масса в Америке выросла на 20%. То есть денег в системе стало значительно больше. И если мы посмотрим на историю, то мы увидим, что таких стремительных скачков по истории не было. Даже в 2008 году, в кризис 2008 года, мы видели более медленный рост денежной массы, чем мы видим сейчас. Если взглянуть на более длинную историю, то мы увидим следующую закономерность. Когда у нас росла очень сильная денежная масса, мы видели вслед за этим стремительный рост номинального ВВП. А что такое рост номинального ВВП? Это рост инфляции. И так по истории было неоднократно. Но сейчас мы видим расхождение между этими двумя параметрами. То есть мы видим, что у нас идет очень сильный скачок денежной массы. А вот темпы роста ВВП, даже номинального, они остаются крайне низкими. Но возможно в будущем этот темп догонит темп роста денежной массы. Насколько это вероятно, давайте попробуем разобраться. И как всегда, существуют факторы за и существуют факторы против. И начнем мы с факторов, которые указывают на рост инфляции в ближайшее время. Первый фактор это рост долга, как частного, так и государственного. Что в теории должно означать рост инфляции в обозримом будущем. Для того, чтобы каким-то образом эти долги погасить. Второй фактор это то, что в связи с вирусом мы видим процессы на деглобализацию. И соответственно эти процессы будут увеличивать стоимость производства различных товаров. И как следствие приведут к росту их стоимости и соответственно к росту инфляции. Более низкая производственная активность, то есть сокращение производства. Также говорит о возможном дефиците товаров в ближайшем будущем. И соответственно к росту их цен и к росту инфляции. Также нужно понимать, что в развитых странах безработные сейчас получают очень хорошую поддержку со стороны государства. И в теории это может привести к тому, что для того, чтобы они захотели выйти назад на работу. Работодатели должны им предложить более высокий уровень оплаты труда. Потому что зачем мне идти работать, например, за 2000 долларов, если я от государства получаю 2500. То есть, конечно же, я захочу за свою работу получать больше, чем мне сейчас платят государства. Ну и заключительный фактор, который здесь мы видим, это фактор бесконечного КУЕ со стороны центральных банков. Это были факторы, которые указывают за рост инфляции в обозримом будущем. Теперь поговорим про факторы, которые говорят о том, что инфляции скорее всего не будет. И первое, что мы должны понимать, что КУЕ, который проводят центральные банки, оно в первую очередь направлено на рост монетарной базы, а не на рост предложения денег. Несмотря на то, что предложение денег также выросло, как мы уже с вами видели. Чем отличаются эти два понятия? Отличие между этими двумя понятиями возникает за счет такого эффекта, который называется банковский мультипликатор. Так вот, предложение денег состоит из денег, которые находятся в обращении, плюс депозиты в банке. То есть, это у нас предложение денег. Монетарная база – это деньги, которые находятся в обращении, плюс деньги, которые находятся в банке. Так вот, разница заключается в следующем. Предположим, у вас есть миллион долларов, которые вы решили положить в банк. Так вот, когда вы кладете миллион долларов в банк, у вас возникает депозит на миллион долларов, а у банка появляется миллион долларов в виде реальной валюты. Но что происходит дальше? Банк по закону должен оставить у себя определенную часть, точнее не у себя, а у центрального банка, в виде резервов. Например, 20%. А остальные 800 тысяч он может дать в долг тем, кому эти деньги нужны. И, соответственно, дальше этот процесс повторяется. То есть, кто-то получил 800 тысяч в виде кредита, кто-то, соответственно, эти 800 тысяч заработал и также принес их в банк, положил в виде депозита. И таким образом мы видим, что предложение денег, оно выросло, потому что у вас есть депозит на миллион долларов и у кого-то еще появился депозит на 800 тысяч. И таким образом банк за счет вот этого вот мультипликатора и способности создавать денег, он из вашего миллиона при ставке резерва в 20% может сделать 5 миллионов. То есть, в теории у нас монетарная база не изменилась, а предложение денег, оно у нас выросло за счет вот этого банковского мультипликатора. И дело в том, что банковский мультипликатор невозможно регулировать искусственно. То есть, монетарную базу центральные банки могут менять в обе стороны, а вот банковский мультипликатор зависит в первую очередь от потребности экономики. Если экономика готова больше занимать, соответственно, банки выдают больше кредитов. Если занимать никто не хочет, соответственно, банки не могут выдавать кредиты, если их никто не берет. Поэтому мы не можем регулировать банковский мультипликатор искусственным образом. Если мы посмотрим на текущие значения банковского мультипликатора, то мы увидим, что после кризиса 2008 года способность банков создавать деньги, она сильно упала относительно исторических значений и в целом остается на исторически низких уровнях. Но банковский мультипликатор это не единственный показатель, не единственный параметр, который приводит рост денежной массы к росту инфляции. Существует еще такой показатель, как скорость обращения денег. И сейчас мы видим, что несмотря на рост денежной массы, мы видим, что скорость обращения денег, она упала очень и очень сильно и продолжает находиться на исторически низких значениях. Что компенсирует вот этот рост денежной массы, который мы с вами видим. И таким образом, несмотря на рост денежной массы, за счет сокращения скорости обращения денег, мы не видим роста инфляции. Но кроме риска инфляции, существует еще риск дефляции. И давайте поговорим про факторы, которые увеличивают этот риск. И первый фактор это снижение стоимости нефти. Если посмотреть на корреляцию между стоимостью нефти и инфляционными ожиданиями, то мы увидим достаточно высокую корреляцию между этими двумя параметрами. Сейчас мы видим, что нефть упала, упали вслед за ней инфляционные ожидания, но дальше мы видим, что нефть восстанавливается в ценах. Но это восстановление, скорее всего, не будет долгосрочным. То есть, да, сейчас нефть торгуется в районе отметки 40 долларов, мы можем увидеть 50-55, но вряд ли мы можем говорить об устойчивом росте цен в район 70-80 долларов за баррель. То есть, скорее всего, стоимость нефти будет находиться очень долго в широком коридоре, без возможности показывать устойчивый долгосрочный рост. Следующее, что мы должны понимать, что рост доходов населения, скорее всего, замедлится. Несмотря на то, что статистически мы видим рост стоимости оплаты труда, мы должны понимать, что этот рост искусственный. И произошел этот рост исключительно потому, что из выборки пропали низкооплачиваемые профессии за счет карантина, который мы с вами наблюдали. И таким образом, статистически мы увидели рост стоимости оплаты труда. Хотя в реальности никакого роста оплаты труда, конечно же, не происходило. Кроме того, мы должны понимать, что малый и средний бизнес вряд ли сможет увеличивать зарплаты, несмотря на аппетиты работников. То есть, когда у вас огромные долги, когда у вас кассовый разрыв, вряд ли можно говорить о том, что вы сможете предложить работникам повышение их оплаты труда. В лучшем случае вы им предложите тот же уровень оплаты труда, который у них был. Но, скорее всего, на каком-то этапе вы будете предлагать им меньшую оплату труда. То есть, с возможностью дальнейшего роста, но на ближайшее время очень вероятно, что те зарплаты, которые будет предлагать малый и средний бизнес, они будут ниже докризисных уровней. Еще мы должны понимать, что в корзине, формирующей инфляцию, сервисы занимают 75%, а товары занимают всего лишь 25%. И так как в связи с вот этой пандемией, с вот этим кризисом, оффлайн-сервисы – это наиболее пострадавшая часть экономики, мы можем говорить, что в ближайшее время стоимость этих услуг, скорее всего, не будет расти, а очень вероятно, будет ниже докризисных уровней. Что не будет создавать не только инфляционного давления, но будет приводить к дефляционным процессам. И если взглянуть на последнюю статистику, то мы увидим, что в мире в среднем инфляция составляет 1%, что сильно ниже исторических средних. В развитых странах инфляция практически на 0,01%, а в развивающихся странах инфляция 2,5%, что тоже ниже исторических средних значений. И если посмотреть на отдельные страны, то мы увидим, что во многих странах реально существуют дефляционные процессы, и речи о инфляции даже не идет. И если подводить итог, то те дефляционные процессы, которые мы с вами видим, те крайне низкие мультипликаторы, которые создают инфляцию, банковские мультипликаторы, скорость обращения денег, не говорят о том, что в ближайшее время мы можем увидеть значительный рост инфляции. То есть, несмотря на то, что инфляция является одним из самых страшных рисков для той экономической системы, для той экономической модели, в которой мы сейчас существуем, этот риск на текущий момент остается на низких значениях. Конечно же, в ближайшее время все может измениться с появлением лекарства, с появлением вакцины, могут начать происходить какие-то другие процессы, но это все лишь может быть, а может и не быть. Поэтому до тех пор, пока эти факторы не появились на нашем горизонте, их учитывать не имеет смысла. И если вам понравился этот видеоролик, не забудьте поставить ему лайк, подписаться на мой YouTube канал, а также подписывайтесь на мой Telegram канал, где я периодически выкладываю свои мысли по рынку, выкладываю торговые и инвестиционные идеи, а также полезный материал в области инвестиций и трейдинга. Ссылка на этот Telegram канал будет в описании к этому видеоролику. Также я хочу пригласить вас на свою завтрашнюю трансляцию, которая пройдет на этом канале. Завтра в четверг 9 июля в 19 часов по Москве и тема будет «Инвестиции с нуля». На этой трансляции я расскажу, как правильно построить процесс инвестирования, какие подготовительные этапы нужны, прежде чем начать размещать свой капитал в какие-либо инструменты, чтобы ваши инвестиции были успешными и чтобы ваши инвестиции решали те задачи, которые вы перед собой ставите. Обязательно подпишитесь на YouTube канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить эту трансляцию. Ну а с вами был Андрей Михайлес. Спасибо, что досмотрели до этого момента и до новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...